Итак, это анализ рынка 27 июля 2021 года, время 9.26. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в небольшом минусе, фьючерсы США и ЕС также в небольшом минусе, нефть торгуется в малом плюсе. Скорее всего, чуть позже выйдет в отрицательное значение. По рынку РФ сегодня все внимание на уровень 1110 пунктов, а это сопротивление локальное. Вчера мы гэп, рынок то есть широкий, отработал на 1585 пунктов. В принципе, этот прогноз уже полностью отработан. Больших движений сегодня я не ожидаю. Вот, и соответственно, тут проходят плеяды Яма сейчас, скользящих средних. Высший рынок сейчас не пустит наш. 1110 пока это вот потолок определенный, локальный. Но сразу я акцентирую ваше внимание на две важных вещи. Во-первых, это индекс доллара и медь. Во-первых, индекс бакса сейчас пробивает формацию клина на поддержку 92.60. В принципе, я не раз обозначал то, что этот уровень реально сильное сопротивление. Откуда все-таки рентабельнее доллару начать выходить вниз. Соответственно, выход вниз провоцирует рост цен на сырьевые товары. Вот, к примеру, медь это, как правило, опережающий фактор дальнейшего отскока, либо роста развивающихся сырьевых рынков. Я вчера вводил тоже теханализ по меди. Вчера в 9.57 акцентирую то, что медь смотрит именно вверх на 4.65-4.70. Вот. В принципе, пришли на 4.62 к сопротивлению вот этому. Во-первых, это сигнал к тому, что у нас коррекция в индексе долларов все равно состоится к поддержке 91.70, может даже 91. Там стратегически будет девальваться ниже, то есть на пробой уровень 89. Но вот локально, вот 91.70-91. И, соответственно, нефть в такой ситуации будет переоцениваться вверх. Сейчас я вернусь к РТС. И вот смотрите. В такой-то ситуации, в совокупности вещей, РТС пойдет выше, то есть на пробой 1060. Но это будет не сегодня. Мой взгляд, это в течение, возможно, августа. Вся эта вакханалия произойдет. Соответственно, стратегическое сопротивление по индексу РТС 1645 пунктов. Я сейчас РТС не шорчу, не лангую, то есть не вчера, а сегодня тоже этим заниматься не буду, потому что тут потенциал движения, в принципе, у него небольшой по РТС. Вот буквально сегодня, куда придем, вот сюда. Ну, полпроцента, не более того. Поэтому пока по фьючерсам на индекс РТС я вне сделок нахожусь, просто наблюдаю. Немного не те ценовые уровни, чтобы суетиться лишний раз. Вот, вместо этого у меня имеется ТАТ нефть сейчас, да. Да, вчера, то есть покупал я ее на проливе вновь, на проливе, примерно, 4.75, 4.76. Это я уже сейчас позицию пытаюсь формировать по ней среднесрочно. Если у меня на предыдущей неделе была позиция спекулятивна, то сейчас мне более актуальна среднесрочная позиция с целью, как минимум, на уровень 540 закрытия ДИФГЭПа, ну и, как вероятность, переход на уровень 615-620. Но про более высшую цель я пока молчу. Главное отработать сейчас локальные цели, вот 540 и 615 по возможности. Было бы неплохо. Вот, но повторяю, в случае просадки, то есть коррекционное движение по ТАТ нефти, в принципе, я тоже не исключаю, среднесрочную позицию я готов наращивать даже на коррекционных движениях в данной бумаге. Потому что по отношению к нашему рынку я всегда исповедовал такую стратегию, и она каждый раз, в принципе, отрабатывалась, окупалась. Ну, в диапазоне определенного периода времени. На коррекциях подбираешь, и потом, когда формируешь среднюю цену, рынок разворачивается вверх, цена растет. И, соответственно, потом выше средней цены, потому что на процентов 25-30 выше продаешь, приволь фиксируешь, и вообще просто без суеты это все. Это вот реально супер. Чем сеть у компакта каждый день, там, глазам у соли, да, из орбиты не вылазят, но это не то. Это пусть молодняк этим забавится, лудоманит на рынке, а я лучше среднесрочных позы понаращиваю, и потом буду в неплохой профит продавать. Мне еще картошку выкапывать надо. Далее, что касается нефти, в плане торгов в Ючами на нефти. Вот смотрите, 75-60 сопротивления. Сейчас выше не жду. Вот именно сегодня, не ожидаю. Но, еще раз, девальвация доллара равно переоценка сырья в бычью сторону. Соответственно, приход доллара на уровень 91 пункт равно нефть по 77. Даже, возможно, повыше. Технически проторговка идет в рамках полос Больнджера, соответственно, потенциал, то есть апсайд по нефти еще имеется у нас. Поэтому я вот сегодня данным инструментом торговать пока не буду. Просто послежу, понаблюдаю. У меня, если что, имеются позиции в промышленных металлах. Они, что профит мне лично и принесут. То есть не все это время фичами торговать. Иногда лучше за пазухой тоже ланги в другие поддержать. Поэтому, если вы торгуете фичами на нефть, ваше сопротивление сейчас 75-85. Зеленые линии проходят 75-85. 75 долларов 85 центов. Когда доллар пойдет вниз на 91, цели открываются на 77. Индекс доллара на 91 пункт. Это, наверное, необходимо помнить. И вот, отвечая на вопрос, а ждали ли я дальнейшего краха нефти, какой сейчас Армагеддонец, там, из-за Китая, из-за кого-то еще. Нет, не жду. У китайцев сил не хватит. У коммуняк не хватит сил запомнить. У них резервы, в принципе, небольшие. Соответственно, и обвалить нефть, ну, не могут они просто так. Потому что большая часть резервов уже на внутреннее потребление. Это необходимо учитывать. Далее природный газ, и, соответственно, по нему прогноз уже, ну, полностью отрабатывается. То есть, 5 долларов за 5 долларов скоро получим. Соответственно, вошли в сильную зону сопротивления ценового значения. Это тупо включаем недельный график. И посмотрим, что у нас тут творится. Сопротивление 4 доллара, 4.40. Рынок, цена сейчас торгует. Соответственно, цели открыты до сопротивления 4.35. Я знаю, потому что некоторые наши читатели стоят в лонгах по природному газу. Согласно моему предыдущему прогнозу, который давал еще в этом значение. Хотя базово я предполагал, что будет у нас коррекционное движение к уровню поддержки. И все-таки 3.35, 3.40. Вот, но рынок отработал здесь формацию вымпела и выстрела выше. Ну, без сильного коррекционного движения. В принципе, кто сейчас торгует газом, находится в длинной позиции, то есть держит фьючерс на газ. Лучше стопы ставьте, по меру сдвигайте. Конечная цель – это верхняя грани боковика 5 долларов вот сюда. К тому же газ сейчас вышел за пределы формации треугольника. Вот видите, 12-летний. Соответственно, сейчас начинается новая фаза, новый виток роста вообще всей цены на газ. Вот. И все это пока третья волна роста на месячном графике. То есть сопротивление 5 долларов, оно временное сопротивление. Высшая цель находится, конечная цель находится выше, там, может, на 7-8 долларов. Потому что сейчас само потребление газа в Америке, оно довольно активное, весомое, жара и прочее. Люди используют кондиционеры. Вот. Это потребляет все возможные источники энергетики. Как следствие, цена на газ она будет пока продолжить именно свой рост. Вот. Другой нюанс – это ослабление доллара. Он лишь подтолкнет природный газ к более существенной переоценке. И, повторяюсь, конечная цель – это 5 долларов вот здесь, в верхней грани боковика. Промежуточное сопротивление 4,43, конечная 5 долларов в рамках третьей волны роста. Далее золото. 1680-2030 долларов. Это у нас боковик. Локальные цели, опять же, повторюсь, напомню еще раз то, что меня жутко смущает то, что цена может прийти на уровень 1770 долларов. Не. То есть, не конкретно телом свеча, а именно тенью свечи. Тенью. Вот тенью пришла, хуяк и откупили. Вот что тут может быть. Стопов много набралось на этих уровнях. Очень много стопов, я форуму читаю. Поэтому стопов там очень много набралось. Я и российские, иностранные читаю. Я, чтобы понимать, что творится в этих товарах, приходится внедряться в англоязычную еще трейдерскую сферу. И видно то, что сюда могут приехать 1770. Но, опять же, не тень, не телом, а именно тенью свечи. То есть, хренак и выкупили. Вот. Основное сопротивление-то уровень 1810. Выше, пока никто не пустит. Я напомню еще раз, что базили-3, он по всей планете пошел. То есть, идут распродажи электронных контрактов, и банки покупают инвестфонды, банки, государственные структуры, покупают уже физические металлы, физическое золото. Соответственно, и цели по золоту, конечно, выше находятся, но локально они будут давить его какое-то время еще, потому что электронный контракт, когда продают, формирует ценовое давление. Еще раз говорю. То же самое и, к примеру, в серебре. Вот. Ценовое давление пошло. Тут, соответственно, сопротивление 25-50 уже отработали. Вот. Я не тоже прогноз выдавался. В тихоанализе, в плане видеороликов. Сами тоже локально серебро торгую. То есть, внутри недели. Фьючерсный контракт. И, по факту говоря, пока давление будет, и... Давление будет. Ну, и вот сопротивление 25-50, она пока такое весомое сопротивление, выше которого пока цену никто не пустит. Я пока сейчас сторонюсь сегодня. То есть, они будут торговать серебром. Погляжу, куда она дальше пойдет. Потому что локальный боковик меня, мягко говоря, смущает. Если все локальные цели она отработала, да, ранее, то сейчас мне, на самом деле, непонятно, куда пойдет движение ценовое дальше. Ну, девальвация доллара, конечно, хорошо, но широкий сентимент по дракам металлам тоже играет свою роль. Тут единственное по платине можно сказать то, что целится она на уровень 1100 долларов за унцию. Фактически здесь боковик 1040-1100 баксов. Вот, и непосредственно 1100 сейчас сопротивлением будет. Тут приеда ЕМА проходит скользящих средних и выше пока не пустит, ниже тоже, я считаю. Вот, я сам лично держу как среднесрочной позиции по платине, вот, в одном банке. Вот, и время от времени при торговом фьючерсными контрактами. В принципе, если вам интересно платина как фьючерсный контракт, да, то есть, дериватив, ее можно взять, ну, со стоп-лоссом. То есть, куда стопы ставить? Стопы в такой ситуации, жалко, ставить на уровень, ну, примерно 1030. Чтобы аккуратно, ювелирно, в цене, чтобы вас не выбило нахуй из цены, по большому счету. Потому что пока все металлы, они под давлением. Тут DXY, когда начнется процесс большой, сильной, массивной девальвации, да, индекс-бакса. Ну, то есть, локально, 91, да, стратегически пробыл 89 пунктов. Тогда начнется все, скажем так, движение цены вниз. Из индекса доллара и переоценка сырьевых товаров, это лишь вопрос времени, опять же. То есть, в среднесрочной дистанции времени все это решится. Но, медь, еще раз повторюсь, на сопротивление 4,65-4,70 пришло. В принципе, прогноз мой вчерашний отработала цена. Вот, выше пока не жду, ниже пока вот ожидаю вот на этой поддержке. 4,50. Почему полосы Больнджера пробиты? Цену будут алгоритмы рынка возвращать вниз, вот сюда, вот, на 4,50. Далее, китайцы, краснозады. У краснозадых у нас пока идет вакханалий коррекционный. Я еще раз напоминаю, что моя стратегия по випшопному, она чисто среднесрочная. Я еще раз напоминаю то, что я вообще интродэем не торгую акцией, кроме как фьючерсы. По крайней мере, в текущий парадигмный времени именно фьючерсный контракт. Ну, три дня, ну, три недели, все. На нефть, на газ, на индекс РТС, на пару рубль-доллар, на серебро, золото, платину, торгую и все. Здесь же я лично удерживаю позу випшоп. Да, я еще раз, я, в принципе, понимаю то, что у трейдеров память, как у рыбки, да, очень короткая. Причем у большинства я это заметил. Но я обозначал то, что цена придет сюда. На 15 баксов. 15, дефис, 18. Сильный диапазон поддержки. Ну, сейчас, естественно, многие сидят Армагеддоне, то, что, а, будет 5 долларов по випшопу, ему хана, Китай сейчас всех там поебет. Запомните одно. Вот то, что сейчас делают китайцы, это не убийство бизнеса. Это вообще, они то, что сейчас делают, они на перспективу работают, откровенно говоря. Им нужна перезагрузка их рынка. Они не пойдут в клютую левую сторону, в радикальный марксизм. Или там в ленинизм, или в другие левые идеи. Они как были капиталистами, они ими и останутся. Финансы в рынке никуда не исчезнут у них. Им нужна перезагрузка. Они ее уже достигли почти апогея. Путем регулирования всех секторов. И вот когда эти долбаные инвесторы, долбаные трейдеры, эти ссанные спекулянты увидят, что, ага, випшоп, му-му, алибаба, прибыли имеют, а торгуются низко. Что, Джон, Марк, Макс, Фредерик, идемте пампить рынок китайский. Заливай туда бабки в нашем фонде. И побегут его пампить. Такое было в девятом году, в пятнадцатом, восемнадцатом. Такое будет в двадцать первые, двадцать вторые годы. К тому же, объемы на покупку в випшопе, там, му-му и по ряду других технологических компаний китайских, они уже пошли. Поэтому, что паниковать, я не вижу смысла. Я еще раз повторяюсь, я сам тоже нахожусь в локальной просадке по этим бумагам, да, то есть випшоп, му-му, у меня, в принципе, годовая прибыль уже имеется, благодаря российскому, американскому рынку. У меня базово тридцать три процента прибыль, ну, в момент сейчас тридцать два, по отношению к капиталу, я имею ввиду, за год. Вот, но я готов даже в этой бумаге еще пересидеть, потому что я потом прекрасно понимаю, потом весь рынок выебет шортистов. Так оно всегда бывает. Вот сейчас уверует толпа, да, то, что все им пизда китайцам. Вот тогда и посмотрю, какая пизда китайцам будет, когда все там шортисты в жопу им рвать будут. Вот подождите, вот каждый рынок, он торгует идентично. Вот шортовая масса накопится, все, им пизда, и потом этого самого шортиста будем башкой, бля, в говно окунать, как котенка в мочу, юб-т. Все, я тут сижу просто, я вот компанию верю, скоро отчет еще будет в августе. Погляди, какие у нас там интересные циферки нарисуют. Далее, компания МОМО, тут, в принципе, картина такая же, вот. Вот 12, дефис, 22, 21 доллар за акцию. В принципе, сейчас он торгуется на нижней границе боковика. Вот тупо недельный график и на большой зоне проторговки. В принципе, у кого руки сейчас дрогаются, да, там кто сейчас говорит, там, эээ, купил МОМО, бля, все ублюдки, я хороший, я белый, пушистый, маленький гном и карлик. Руки дрогаются, берете нахуй, продаете нахуй, пиздуете на вклады, все. Другого выхода я не вижу. Я лично, вот еще раз, внимание, в рынке зарабатывают либо ждуны, либо терпилы. Ждуны, те, кто работает согласно риск-менеджменту, на внешних рынках, там, 4-5% капитала, вкладывают, да, и ждут. А есть терпилы, которые все бабки въебали в рынок, да, и сядут потом ноют. Типа, бля, 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 помоги. Все бабки. И такие, даже у нас сообщили, есть такие лудоманы, которые все бабки въебали в рынок, да, там, китайские, американские, там, какие-то еще, европейский рынок, и в просадке сидят сейчас. Хотя то, что даю я на канале своем, на самом деле, обучающий материал, да, который, в принципе, блядь, надо уже монетизировать к ебаной бабке, все равно мало кто понимает, и, как говорится, всем, ну, не всем, конечно, но некоторым товарищам, как бы, фиолетово, это, к сожалению, конечно. И этим наше отечество дураками, дорогами и полной олигофрении славится по всему миру. Это меня, честно говоря, и напрягает, напрягает. Вот, поэтому, в принципе, поддержка 11 баксов, 11 долларов 50 центов уже, по сути, достигнута. Вот, пойдется на ниже, да, ради бога, я не против. Какого-то прям лютого прям падения куда-то к области 6 баксов, или там 3, 2, 1 бакса я не ожидаю, да и не будет этого. Сейчас рынок китайский дозагонит вниз, потому что, почему? Вот, на самом деле, китайские рынки сейчас проходят апогей своей паники. Максимум, панический максимум он проходит. Почему это так? Потому что все инвесторы, кто хотел туда вышел, сейчас выходят только паникеры. Трусы. Понимаете, это дезертиры выходят, и все. Настоящие ссыклы рынка выходят. Их мало осталось. Вот они выйдут, потом рынок придет в стадию боковика. Ликвидность стран Центрального банка Китая достаточно, чтобы рынок поделать боковым диапазоном какое-то время. Потом, когда все это уляжется, опять эти инвесторы, спекулянты будут набегать, набегать, набегать. Типа, Америка говно, российский рынок говно, все говно. Погнали в Китай. И они побегут туда. И они будут потом пампить. Китайский рынок. Мировое бабло. Надо только подождать. И вот как итог. Играет очко, продаете, уходите, мозги не ебете, все. Это самая лучшая, самая действенная стратегия. Потому что по российскому рынку у многих очко играет, по американскому вообще молча, по Китаю что-то там вообще дупло рвется. Некрасиво, нехорошо получается. Вот, соответственно. Я позы эти держу, платину держу, серебро держу, лонги. Китайцев держу, Татнеф держу, вчера начал прикупать ее. Это все среднесрочная позиция. В принципе, если вы следуете по моим сделкам, а я полагаю, такие люди есть на нашем сообществе, кто следует по моим сделкам. Я еще раз говорю, я среднесрочный трейдер. Я уже не суечусь. То есть мне вообще на эти суету, мне вообще насрать на нее, откровенно говоря. Я в чем суечусь, только во фьючерсах. Когда торгую их внутри дня, внутри недели, по которым я даю тоже прогнозы, которые, в принципе, тоже отрабатываю. Остальные среднесрочные сделки я просто удерживаю. Я не парюсь. Потому что я, блядь, кто меня смотрит уже 4 года, последний читает, смотрит, они прекрасно понимают, что все мои идеи по рынку, ну ладно, не все, большинство, там 95% они выстреливают. Надо только подождать. Если там у кого-то дупло играет, блядь, идите нахуй вазелином смажьте, блядь. Бабки въебывайте туда, как говорится, не под подушку, а в задницу сразу, нахуй. Только такой могу предложить. Вариант исхода. В остальном лучше не париться лишний раз. И, как говорится, если по риск-менеджменту торгуйте, то есть прям аккуратно, прям ювелирно, то, поверьте, бабки не потеряете никак. Если торгует тем более на свои деньги, то есть не на кредитные плечи, а на свои бабки, то уж тем более вы потом заработаете, елки-палки. Придется она на разворотные уровни, там где рынок ее увидит, типа, ага, фундаментал компании хороший, компания стоит дешево. Чуваки пампим. И они запампят ее, все. И потом по средне цене у вас ценовые, там, без убытка, и потом будут расти. На российском рынке также, на американском и на китайском, везде парадигмы, везде одинаковые. И стратегия по факту тоже везде одинаковая. Тут просто необходимо лишний раз в терминал не смотреть, если рынок пошел против вас. Но, опять же, говорю, что нужно всегда держать маневровый кэш. Там процентов 40-45, если вы спекулянт. Просто если вы маневровый кэш не держите, то, естественно, вы потом просто обосретесь так, что мало не покажешь. Потому что у нас есть тоже в сообществе те, кто вообще всем капиталом в рынке работает, а потом мне хуячит личку, да, и пишет, мол, Михалыч, что делать дальше? Михалыч уже не на что сказать. Михалыч уже охуевает от тупости. Говорит одно, делают по-другому. Ну, люди, ваши деньги, как говорится, как хотите, так и торгуйте. Если у вас денег много, то удоманьте. Если у вас денег мало, то торгуйте по риск-менеджменту. Выход очевиден. У нас имеются медиаресурсы в каждом закрепленном сообщении, под каждым видеороликом. Это наши телеграм-каналы. Про рынок акций РФ, США, Китай. Там выходит теханализ, торговые идеи, мой портфель и прочее. Сырьевой рынок – это торговля фьючерсами на сырьевые товары. Нефть, золото, платина, палладий, серебро, пшено и прочие сырьевые товары. На чем можно заработать? Это облигационный канал для консервативных инвесторов. И банковский канал тоже может на них подписаться и быть в курсе их событий. У нас также имеется и инстаграм-канал, в контакт-группу. На эти каналы тоже подписывайтесь и будьте в курсе их событий. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль. Еще раз напоминаю, в рынке зарабатывают ждуны, которые соблюдают риск-менеджменты, и терпилы, которые все бабло в бахе, а потом сидят ноют. Но даже терпилы зарабатывают с этого рынка, поверьте. Терпил я уже много насмотрелся за свою жизнь в своей рыночной деятельности. И прекрасно понимаю, что даже они зарабатывают бабки. Но еще раз говорю, соблюдайте риск-менеджмент. Это необходимо. Благодарю за внимание, пардон за мат, до свидания.